Ну а пока к другим темам мы переходим. Блогера Руслана Соколовского, которого обвиняют в оскорблении чувств верующих из-за видео с охотой на покемонов в храме на крови, сегодня отпускают из СИЗО. Суд в Екатеринбурге решил отправить его под домашний арест еще накануне, но произошла задержка. Мария Лебединская встретила блогера. Маш, я тебя приветствую, а почему только сегодня блогера отпустили? Здравствуй, Регина. Но дело все в том, что виноваты бюрократические скорее проволочки, но вот неделя в СИЗО никак, я бы не сказала, что не повлияла на скандального блогера Руслана Соколовского. Разве что теперь он вместо длинных волос носит короткий ежик. Руслан приехал сегодня вечером сюда, в квартиру на Краснолесье. Это окраина Екатеринбурга и в этой квартире, вот в доме, да, панельной многоэтажки он проведет в ближайшие два месяца до 1 ноября. Молодой человек чувствовал себя достаточно уверенно, не смутился, когда мы обратились к нему с вопросом. Ну а вообще Руслану придется делить сейчас помещение со своим защитником, адвокатом Станиславом Ильченко. Именно он приютил молодого человека для того, чтобы тот мог остаться в Екатеринбурге, но гораздо более в комфортных условиях, чем, понятное дело, в СИЗО. Особых занятий здесь у Руслана не будет. Он начал писать в книгу в следственном изоляторе. Ну а вот его будущий сосед, его адвокат заявил, что теперь блогеру придется сменить свою сферу деятельности. Блогер станет домохозяйкой. Он будет готовить, прибирать в квартире, мыть полы, стирать белье, в общем, делать все те вещи, которые выполняет обычная домработница. Но и сегодня здесь Руслану запрещено, кстати, вот говорить с посторонними людьми. Ему запрещено покидать пределы квартиры, где он будет находиться все это время. И даже для того, чтобы пообщаться со своей родной мамой, ему будет необходимо получить разрешение на это ГУФСИН. И он сможет разговаривать с ней только в присутствии как раз сотрудника ГУФСИН. Но Руслан Соколовский уже нарушил эти запреты. Сегодня после выхода СИЗО он дал нам свое первое, правда, короткое интервью. Чем ты займешься первым делом, скажи, пожалуйста? Я пишу книжку, больше мне заняться нечем. А вот сейчас там помыться, я не знаю, печенье на кусе есть. А, ну я поем первым делом, потому что рацион довольно скудный в СИЗО. Ясное дело. И запрещено общаться. Руслана задержали 2 сентября, а на следующий день, 3 сентября, Кировский районный суд постановил, что блогера необходимо переместить под арест на два месяца. Впрочем, накануне, вот вчера, в областном суде адвокаты обжаловали это решение. И дело в том, что следователи апеллировали к тому, что у Руслана здесь нет постоянных занятий. Он нигде не учится, нигде не работает и также не имеет в Екатеринбурге собственного жилья. Ну вот молодому человеку, блогеру, показалось достаточно тяжело находиться в СИЗО, поэтому адвокаты ходатайствовали о домашнем аресте. И адвокат Станислав Ильченко предложил свою квартиру на окраине Екатеринбурга, где он проживает в одиночестве. В квартире будут выключены интернет, любая сотовая связь, все посещения только с разрешения сотрудников ГУФСИН. Ну и после того, как вот Руслана завели домой, на него сейчас наденут специальный браслет, да, для того, чтобы сотрудники ГУФСИН могли наблюдать за всеми его передвижениями. Стоит отметить, что сегодня рядом с подъездом дежурила мама Руслана. Она приехала из его родного города, Шабинской, из Курганской области, но она не дождалась своего сына, которого не видела целый месяц, и уехала за несколько часов до его прибытия сюда. Решение Свердловского областного суда вступило в силу еще вчера вечером. Но Руслана продержали в СИЗО лишние сутки. Все дело в бюрократических проволочках. Дело в том, что из суда должны были доставить специальный документ о том, что Руслана Соколовского должны перевести на домашний арест. Однако время работы, официальное время работы на момент окончания процесса уже закончилось. Поэтому служащие решили оставить вот эти вот все перемещения на следующий день, то есть на сегодня. Но вот адвокаты решили никуда не обращаться. Они с пониманием относятся к проблемам ГУФСИН. Для того, чтобы СИЗО его выпустили, должны туда поступить документы. В частности, судебный акт, которым было принято решение его содержания под стражей. Это первое. Второе. Специализированный орган исполнения наказаний, он должен предпринять меры для того, чтобы обеспечить решение суда о домашнем аресте. То есть это технические средства, средства наблюдения за выполнением решения суда. Помимо этого, это внешмедовственные вопросы, которые занимают достаточно длительное время. Несмотря на то, что судебный акт фактически вступил немедленно в силу, в данном случае вот такие у нас имеются бюрократические проволочки, которые не позволяют работникам СИЗО прямо выпустить его. ГУФСИН сейчас не несет никаких расходов, которые они тратили при содержании Руслана в СИЗО. И вот питание блогера, адвокату его приходится оплачивать из собственного кармана. И вот сейчас защитники шутят, что фанатам блогера пора собирать ему деньги уже на еду. Регина, тебе слово. Ну а что, на адвокат уже деньги он себе собирал, еще когда ему обвинения не предъявили. Теперь может и на еду пособирать. Вполне себе, мне кажется, у него это получится. Тебе большое спасибо за подробности. Это была Мария Лебединская. Она у СИЗО работала, из которого по домашний арест выпустили блогера Руслана Соколовского. Руслана Соколовского.